Здравствуйте! Это просто про сетевые протоколы и сегодня я расскажу про IP-туннели, IP in IP, для IPv4 и IPv6. Основные спецификации, которые описывают туннелинг, представленные на экране, я рекомендую ознакомиться с RFC 7059. Это информационная спецификация, но она описывает подавляющее большинство туннелей, существующих на данный момент, которые базируются на IPv6. Общая схема туннелирования такая. У нас есть устройства, которые должны коммуницировать друг с другом, но по какой-то причине эта коммуникация невозможна по обычному коммуникационному каналу. Потому что это какие-то внутренние сети, которые не должны быть видимы наружу, потому что у нас какой-то секьюри. По любым причинам. Обычный коммуникационный канал не может маршрутизировать эти подсети. Тогда на устройстве настраивается туннелинг, который входящий IP-пакет заворачивает в еще один IP-хедер с IP-адресами, которые уже известны коммуникационному каналу. По ним возможна маршрутизация. Маршрутизация этого завернутого пакета проходит по новым IP-адресам. На второй конечной точке этот пакет разворачивается. То есть дополнительные поля убираются. Мы получаем наш оригинальный пакет, который обрабатывается согласно тем настройкам и тому пакету, который был отправлен. Схематически это можно представить так. IP-пакет, независимо IPv4 или IPv6, попадает на вход в туннель. На входе в туннель ему добавляется обязательно IP-хедер, v4 или v6, в зависимости от настроек. Могут добавляться дополнительные хедера, которые необходимы для функционирования дополнительных туннельных функций. Этот завернутый пакет идет, маршрутизируется по туннелю, доходит до интерфейса, который его разворачивает. Этот интерфейс убирает все добавленные поля. Мы получаем наш оригинальный пакет, который идет дальше на обработку. Это называется туннелированием, потому что пакет может пройти только между двумя точками во всем коммуникационном канале. Потому что принимающая сторона должна быть в курсе, что это туннелированный пакет, завернутый, и с ним надо провести дополнительные функции. Давайте рассмотрим схематически прохождение пакета через туннель. Итак, пакет. В нашем примере будет IPv4, но механизм общий для IPv4 и для IPv6. Туннель попадает на входной интерфейс. Это обычный IPv4 пакет без всяких сложностей. Он попадает на лупбэк интерфейс, где заворачивается. Значит, смотрите, для подавляющего большинства функций. Не так. На каждом этапе прохождения девайса, устройства, на каждом этапе обработки пакета, над пакетом может быть совершено только одно действие. Поэтому, когда у нас расширяется функционал устройства, расширяется функционал протокола, для того, чтобы делать новые дополнительные действия над пакетом, нам необходимы дополнительные этапы прохождения пакета через устройство. Лупбэк, собственно, и реализует эту возможность, потому что у нас появляются дополнительные этапы в момент отправки пакета на лупбэк, получения пакета с лупбэка, вот там раутинга на нем. И вот этого всего. Именно для этого в подавляющем большинстве случаев конфигурируется лупбэк на устройстве на системе. Просто, чтобы оно вас не смущало. Итак, во время прохождения через лупбэк пакет заворачивается в дополнительные поля. Если это IPv4 в IPv4, то он заворачивается в еще один IPv4 хедер, у которого есть некоторые зависимости от оригинального пакета. В внешнем outer хедере, во внешнем хедере, TOS и don't fragment flag копируются из внутреннего хедера. Он там остается, но эти значения копируются во внешнем. Total length внешнего хедера высчитывается в зависимости от total length внутреннего, потому что должно учитывать весь пакет. Flag reserved рекомендуется держать 0, но там могут быть дополнительные настройки. ТТЛ должно быть значение по умолчанию. Как правило, это 255. Но, опять-таки, во внешнем хедере вы можете хотеть ограничить длину туннеля и указать другой ТТЛ. Протокол не TCP, UDP, а дополнительные протоколы, которые описаны в стандартах IANA. Это 4, 41 или другие. Я чуть-чуть более подробно остановлюсь на выборе протокола позже. И source IP, destination IP. Это source IP, это IP того интерфейса, с которого пакет попадет в туннель, то есть завернутый пакет попадет в туннель. А destination IP, это IP того интерфейса, на который этот завернутый пакет должен маршрутизироваться, попасть, и уже устройство его развернет. Дополнительная функция. Во внутреннем хедере, то есть в нашем оригинальном пакете теперь, TTL уменьшается на единицу. Потому что с точки зрения внутреннего пакета, весь туннель, независимо от того, сколько устройств, сколько этапов маршрутизации там будет пройдено, для нашего оригинального пакета это все один хоп, один этап. Поэтому уменьшение только на единицу. И в процессе маршрутизации этого пакета он отправляется на NextHop, то есть завернутый пакет, поскольку коммуникационный канал уже в курсе о тех подсетях, которые мы использовали во время заворачивания этого пакета во внешнем хедере, он уже может выполнять обычные стандартные функции маршрутизации, вот так, как они были описаны в видео про маршрутизацию. Вы можете его посмотреть, чтобы себе напомнить, если вы забыли или забили на это все. Идет полностью стандартный процесс маршрутизации. Пакет завернутый попадает на условный выход из туннеля, то есть на тот интерфейс того устройства, которое знает, что такое завернутый пакет и что с ним делать дальше. С помощью лубека этот пакет будет разворачиваться. Кстати, еще раз, это стандартный механизм маршрутизации. Если в коммуникационном канале не было каких-то дополнительных функций, протоколов и прочих настроек, которые бы требовали непосредственное изменение конкретных полей пакетов, то при обычной маршрутизации в нашем завернутом пакете будет меняться исключительно TTL внешнего IP-хедера. Или, если это IPv6, hop limit внешнего IPv6-хедера. То есть уменьшается значение вот здесь, time to live, время жизни этого пакета завернутого. Для нашего внутреннего пакета время остановилось, он в кибернации. Пакет разворачивается, внешний хедер убирается, остается наш оригинальный пакет, который уже отправляется системой на обработку, так как это было предусмотрено пакетом и настройками системы. Если мы сравним наш внешний пакет перед тем, как он зашел в туннель и после того, как он вышел из туннеля, опять-таки, если не было каких-то конфигураций, функций и протоколов, которые непосредственно требуют внутренних изменений полей этого пакета, единственная разница будет, должна быть, это уменьшение TTL на единицу. Или hop limit на единицу, если это IPv6. Все. Собственно говоря, об IPv6 схема та же самая, единственная разница это используются IPv6 и адреса. Если у нас cross-version tunneling, то есть, если мы планируем передавать IPv6 в IPv4 или IPv4 в IPv6, то на устройстве, на интерфейсах, которые являются входом и выходом из туннеля, должны быть сконфигурированы IP-адреса обеих версий. Ну и теперь основные правила инкапсуляции. Сначала для IPv4. IPv4 в основном используется для транспортировки IPv4 в IPv4 или IPv6 в IPv4. Здесь именно 6-in-4, потому что есть несколько разных механизмов транспортировки IPv6 через IPv4, и у них хедер будет немножко отличаться. Итак, IPv4 в IPv4. Версия 4. Длина хедера 5, но может быть конфигурабельна или высчитываема в зависимости от того, сконфигурировали ли вы какие-то опции для этого хедера при входе в туннель. ТОС копируется из внутреннего хедера. Донфраг флаг копируется из внутреннего хедера. Резервт рекомендуется держать 0. Мо фрагмент, фрагмент офсет в зависимости от фрагмент флага высчитываются. TTL может быть конфигурабельной для туннеля, но по умолчанию 255. Протокол для IPv4 в IPv4 4. И Source IP, Destination IP это IP тех интерфейсов. Source это входа в туннель, Destination это выхода из туннеля. В случае если это IPv6 в IPv4, разница в том, что рекомендуется, настойчиво рекомендуется спецификацией, чтобы не было опций, и поэтому длина хедера 5. Всегда она не должна меняться по-хорошему. ТОС по умолчанию 0, но может быть настраиваемый для прохождения внутри туннеля. И рекомендуется Don'tFragmentFlag ставить в единицу, то есть чтобы этот пакет не фрагментировался. Но в спецификации описаны некоторые условия, при которых Don'tFragment может быть 0 и возможно фрагментация этого пакета. Хотя настоятельно рекомендуется делать так, чтобы его фрагментировать не приходилось. Опять-таки TTL-255 или может быть сконфигурирован. Протокол уже 41, а не 4. И SourceIP, DestinationIP, традиционно IP тех интерфейсов Source входа, Destination выхода из туннеля. Для IPv6 их чуть-чуть по-другому, потому что для начала они заворачиваются в IPv6 хедер. Итак, для транспортировки IPv6 через IPv6. Версия 6. FlowLabel рекомендуется 0, но может быть настраиваемый. NextHeader рекомендуется 41, но может быть настраиваемый. HopLimit может быть настраиваемый, по умолчанию будет 64. SourceIP, DestinationIP, это IPv6 и IPшки тех интерфейсов Source входа в туннель, Destination выхода из туннеля. Входа в туннель, выхода из туннеля. У IPv6 уже обязательно будет DestinationOptionsExtensionHeader добавленный. И у этого ExtensionsHeader в принципе в спецификации прописаны, как должны быть заполнены поля. Единственное, что рекомендуется в случае IPv6 в IPv6, хедер держать 41, хотя оно может быть и настраиваемым. Специфика IPv6 инкапсуляции туннелирования в том, что в него могут туннелироваться не только IP пакеты, но и другие, например, LLC. Опять-таки это прописано в спецификации, какие типы протоколов можно инкапсулировать в IPv6. В этом случае разница будет в том, что NextHeader не должен быть 41, потому что внутренний пакет не IPv6. IPv6 не должен быть 41. Все остальное заполняется так же, как и в прошлый раз. И аналогично DestinationOptionExtensionHeader не должен быть 41, потому что 41 это признак IPv6 в IPv6, чтобы система знала, что внутри, то есть это внешний хедер, а внутренний хедер не IPv6 хедер. Также в процессе прохождения нашего коммуникационного канала может быть ситуация, когда в нем тоже будут дополнительные туннели. И мы получим ситуацию вложенных туннелей или Nested Tunnels. Когда за туннелированный пакет попадает на вход в туннель и опять-таки заворачивается, потому что он туннелируется, и уже дважды завернутый пакет идет дальше, с учетом того, что МТУ для всех устройств достаточно ограничено, бесконечно туннелировать пакеты нельзя. Добавляется достаточно большой объем данных. Поэтому у IPv6 хедера есть еще такой нюанс, что он может нести в себе информацию о лимите на вложенные туннели и сообщать оригинальному, то есть самому первому туннельному входу, о том, что этот лимит был превышен. В случае, если там какие-то настройки, которые были не учтены администраторам при конфигурации туннеля. И, собственно, о коммуникации внутри туннеля и с трафик-оригинатором, с ICMP, который используется для того, чтобы внутри сети передавать состояние этой сети и информировать участников процесса о том, что что-то пошло не так в том числе. В случае туннеля, когда пакет идет по туннелю и возникает какая-то ошибка, ICMP отправляется с соответствующим эррор-кодом на вход в туннель, то есть на тот интерфейс, с которого ушел завернутый уже пакет. Проблема в том, что ICMP версии 4 достаточно ограниченной и увидеть, кто был source-оригинатором, то есть откуда изначально пришел оригинальный пакет, будет невозможно. Что делать для того, чтобы проинформировать нашего, собственно, источник нашего оригинального пакета о том, что есть проблема? Рекомендуется держать soft-sumnal status table, то есть таблицу софтварную состояния туннеля на устройстве при входе в туннель. Тогда оригинальный пакет, попадая на вход в туннель, будет сравниваться с состоянием таблицы этого туннеля. И если будет видно, что будет нарушение, система будет генерировать ICMP error, как будто это нарушение произошло. При этом рекомендуется все равно пакет завернуть и в туннель отправить, потому что, а вдруг пройдет, мало ли чего. И у нас получается две стадии информирования. Внутри туннеля информируется устройство с интерфейсом входа в туннель о том, что есть проблема. Это устройство заносит эти данные в свою софтварную таблицу и входящий трафик сравнивает с этой софтварной таблицей. И если он видит, что проблема возникнет, он генерирует ICMP error, как будто она уже возникла. С ICMP v6 такой проблемы нету, он уже расширенный, поэтому, когда в туннеле возникает какая-то проблема, информируется устройство с интерфейсом входа в туннель. Это устройство распарсивает ICMP error и шлет источнику оригинального пакета соответствующий error message. Тут все намного проще. И опять-таки, как вы уже, наверное, увидели, специфика в туннеле в том, что он однонаправленный. Это значит, что у нас есть вход в туннель и есть выход из туннеля, но не наоборот. Для того, чтобы туннель был двухнаправленный, особенно для IPv6, администратору придется сконфигурировать туннель как вход и выход в обе стороны. Тогда он становится двухнаправленным. Спецификация особенно обращает внимание на эту проблему для того, чтобы администраторы не расслаблялись. И поэтому верификаторам тоже расслабляться не стоит. Вот так просто. Спасибо. Хорошего дня.